Приветствую вас в фоне. Давайте разберём вопрос, который вы задаёт, и постараемся вам помочь разобраться в вас. А вы пишите, значит, мы с мужчиной в свободных отношениях уже более бессилен. А вот, знаете, есть такое понятие как ответственность, да, личная ответственность за, ну, вашу поступки. За ваше поведение, за ваше решение, выборы и так далее. Вот. Вот если вы выбираете с человеком быть в свободных отношениях, да, то есть, если вы как-то вот изначально ставили себя так, что у меня свободные отношения, то несколько странно, на мой взгляд, выглядит то, что вы пытаетесь сейчас перевести ваши отношения вот куда-то, ну, в другое, в другое русло, да, в другую плоткость, дать ему какой-то другой контекст, в другую направленность и нацеленность, на мой взгляд. Это выглядит несколько странно. Это выглядит, ну, как будто у вас, знаете, что-то типа двойных стандартов, как будто вы что-то вроде сами не знаете, чего хотите, хотите, к примеру. Вот. Хотя я и понимаю, что, может быть, вы считаете просто, что, ну, со временем заменяется или что отношениям пора бы уже, там, переходить на новый уровень, вот, а они не переходят. Ну, в любом случае, у вас были основания для того, чтобы вступать в свободные отношения. Разбили основания для того, чтобы находиться в свободных отношениях. Вы выбрали, вы выбрали, вы выбрали в них находиться. И вопрос заключается в том, как вы к этому пришли. Следующий момент, следующее. Пять лет. Пять лет вы находитесь в такого рода отношениях. Ну, пожалуй, здесь нужно быть честным и сказать, что пять лет срок немаленький. И вы, пребывая в отношениях подобного рода, да, ну, делали выбор каждый раз. Как раз вы делали выбор, находясь вот в такого, ну, вот в таких отношениях, вы делали выбор. В них быть, на мой взгляд, вы делали выбор, в них быть. И важно понимать, почему, почему или как ваш выбор именно такой, а не другой. Почему и как вы пришли к такого, к такого рода решениям. Вот, на мой взгляд, это то, на что вам нужно обратить свое внимание. Это, на мой взгляд, то, куда вам стоит смотреть. Дальше. Вы старший мужчина на шесть лет. Ну, в зависимости от того, сколько вам в целом лет, такая разница может быть как значимой, так и неозначимой. Условно, если мужчине 34, а вам 28, то разницы нет. Но если вам 20, например, 24, а мужчине 18, то разница в этом, разница в такой, ну, в таком возрасте есть и достаточно сильная. Но здесь, конечно, было бы хорошо, если бы возраст вы постарались бы уточнить и, ну, чтобы мы могли как-то исходить из реальных фактов. Но сейчас, судя по тому, что вы как-то вот, ну, вы остраиваете на этом свое внимание. Я могу сделать предположение, могу сделать предположение о том, что у вас тема возраста по той или иной. Причине волнует. Вас тема возраста по той или иной причине беспокоит. Осталось, конечно, понять только чем, ибо, опять же, вы сами выбирали мужчину, который младше вас и, соответственно, если, ну, если вы считаете это неподходящим, для вас, если вы считаете, что, ну, что, так быть не должно, да, то зачем вы выбрали такую мужчину? То есть, опять же, здесь вопрос, связанный с вашими решениями. Вопрос, связанный с вашей позицией, вопрос, связанный с тем, на насколько ответственно вы подходите к решению подобных задач. Далее, вы пишете, он живет свою жизнью, занимается собой. Ко мне приходит не только на ночь, причем секс случается крайне редко. Смотрите, ну, вы здесь описываете ситуацию, которая, грубо говоря, уже сложилась, и сложилась эта ситуация не сегодня, не вчера. Да? Вот, а сложилась эта ситуация в течение продолжительного количества времени, и, ну, как вот, я полагаю, да, что у нее были какие-то предпосылки в этой ситуации, у нее были какие-то, ну, какие-то вещи, обославливающие ее, эту ситуацию. И, соответственно, то, что мужчина так себя ведет, он вот такой, да? То есть, и вы его принимали или принимаете таким, и сам он действительно такой. Своя жизнь занимается собой, к вам приходит редко. Почему? Потому что вы позволяете. Вы позволяете, он думает, что вы именно вот такая, такая женщина, с которой так можно, с которой, которая позволяет такое вот к тебе отношение. Не обязательно плохое, конечно, не обязательно плохое, но... Тем не менее. То есть, вы, как бы, как будто здесь вот не отдаете отчет себе в том, да, вот, какие последствия ваших действий могут быть. Дальше. Так, секс редко случается, это связано, вероятно, с тем, что вы ведете себя с мужчиной не таким образом, который вызвал бы у него сексуальное желание, да? То есть, ну, мужчины не будут тяготить к женщине, ну, допустим, которая ведет себя, к примеру, как мама, да? Или, которая похожа на маму. Вот. Я не знаю, похожа ли вы на маму, мужчину, вот, но... Ну, вполне может быть, поскольку он, ну, сексу, сексу вас мало. И опять же, момент здесь какой? Мы здесь такой, как вы сами относитесь к тому, что вас мало сексу, но бывает редко. Это очень важно. Очень важно в этом отдавать себе отчет. Ну, тоже. Вот. Потому что это напрямую влияет на... Во, на вас. Дальше. С родителями и друзьями не знакомят брать на какие-то дни рождения, обмечаемые в отдельных компаниях. Смотрите. Вы говорите «мы». Да? Вы используете слово «мы». Если вы используете слово «мы», значит и вы сами ведете себя примерно так. Чтоб вы сами не знакомы, а... Отмечаете праздники там, не в его компании, да, а в... Своей. И вновь, это ваше решение. Которое... Может быть... Хорошим, а может быть и не очень хорошим. Но... В любом случае, решение ваше. И только ваше. А такое ощущение, что вы не хотите... Ну, как бы... Принимать всего. Вы не хотите... Там... Ну, условно говоря, да, вы не хотите... Ммм... Ммм... Признавать... Что... Вы в том числе и сами... Создаете вот... Такую же ситуацию, когда... Данные отношения становятся возможными... Для вас... Обоих. Много разговаривали об решивании совместно, а что наобращаю, кто не готов. Мм... Стадии, когда он... На самом деле... Не готов. Это правда. Вопрос в том, как вы к этому относитесь, как это воспринимаете, какие чувства у вас это вызывает. Потому что... Именно ваше отношение весь является определяющим, скажем так. Не чью-либо, да, а именно ваше. И только ваше. Поэтому рассматривать данный аспект я предлагал бы вам именно... В такой... Позиции... Ну вот... С такого... Ракурса, скажем так. Дальше. Вещи не привозят, основное время проводят до муслама, и на газу ночь приходят спать ко мне. Ну, это его вот выбор. Ставил условия, расставались, снова сходились, ничего не изменилось. Так... А... Вы хотите, чтобы что-то изменилось? Так... А вы сходились... А... Расходились... А... Решения вами были приняты? Соответствующие... Или нет? Просто, если вы решения не принимали, если вы ни о чем не договаривались, если вы не вырабатывали ничего... То... Что, по-вашему, должно измениться в таком... Случае? Что и... Собственно... Практически, какой стать? Вот... Условия... Ну... Условия... Знаете... Полезные... Только тогда, когда... О... Все... Ну... Когда человек им... Человек им... О... следует... Вот... Если... Человек этим решениям не следует... То они... Я бы сказал... Скорее бесполезны... Чем полезны... Вот... Потому что... Когда вы ставите какое-то условие, а потом от него сами отказываетесь... Ну... Это... Эм... Это вызывает... Ощущение... Скорее... Что вы не... Вы не серьезны... Вот... Я сейчас... Без... Ну... Без негатива какого-то говорю... Да... Это вот... Просто... То... Как... Ну... На мой взгляд... Вы... 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 Выглядит... Эта история... Вот... Понимаете... О чем идет речь... Дальше... Э... Я... Как собака на сене... С ним не могу... И без него не могу... А... Ну... Смотрите... Э... С одной стороны... Вас все понимают... Да? И понимаю, что вы чувствуете... Даже насчет того... Что вы... Что вы... Собака... собака на осени, как будто бы, вот, я вас понимал. Тем не менее, вы описываете зависимые отношения, вы описываете отношения, в которых люди несвободны, то есть, ну вот, быть вы несвободны. И если у вас действительно зависимые отношения, то работают люди именно с зависимостью, а зависимость это всегда определенная потребность, всегда определенная простота, это отношение к человеку, в какой-то степени, как к собственнику, как к собственности своей, вот. То есть, это, ну, в целом, довольно, довольно негативный момент. Вот. Так что, а природу, именно природу вашей зависимости нужно поисследовать, вот, разобраться в ней. Мrij까요? Выносим от вас. Мне помню, может быть. В соседusement в том, что я хочу задаю вам родителей. таким адекватным способным, адекватным решением, скажем так. Это то, что я могу вам сказать сейчас с точки зрения психологии, потому что у родительных отношений всегда есть причина. У родительных отношений всегда есть основа. И пока. Мы с вами не разберемся. Из чего представляет из себя ваша родительность? Я думаю, что ситуация не изменится. Вот. Вот. В этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. И надеюсь, что ваша ситуация разрешится. Спасибо вам. Самого доброго. Спасибо. Спасибо. Спасибо.